Это просто фантастика. Люди стоят, но что прилечь негде. Посмотрите, сколько народу приехало к нам на отдых. Уважаемые гости, в зоне купания присутствует донное течение. Дягун. Купание сегодня запрещено. Всем просьба выйти из воды. А берег выстрельте. Количество людей. При этом купание запрещено. Двое молодых людей. Одно подарённых. Подойдите ближе к берегу. Это жесть. Спасатель надрывается, разрывается, говорит, что нельзя купаться. Повторяю, это пляж. Именно как раз таки Динамо. Там, где вчера утонул ребёнок. Мне страшно, что рядом дальше идёшь в джемотэ, ближе к месту гибели ребёнка. И здесь становится людей всё больше и больше и больше в море. Пустота, красота, величественный дюнер. Вот в таком виде мне наши пляжи без заборов всяких нравится гораздо больше. Большое всё приказывает, что не везде. Жёлтый, красный, красный, жёлтый. Харен поймёшь, там можно, тут нельзя. Пляж это одни. Вот это вот вообще нас убивает. И люди лезут, лезут, купаются в море. Причём даже на дувашке тянутся, у детей тянут. Всё отлично. Вот непонятно, можно им самоубиваться, нельзя. Это пляж Афалина, красные флаги, висят, купание запрещено. Люди как купались, так и купаются в море. Причём самое страшное, что тачат своих детей ещё и делают видеофиксацию. Ладно, всего хорошего отдыха, друзья. Будем надеяться, что трагедии не будут происходить. Но хотелось бы, чтобы вы всё-таки не рисковали. Но ладно уже перед берегом купаться. Когда говорят донные течения, видите, когда натянуты буйки, это вот с какой силой вода тянет туда, влево. А где-то она оттягивает от берега, благодаря особенности нашего берега. Ветер приходит, в принципе, довольно-таки плотный. Но я думаю, что он больше из-под тучек идёт. Количество людей здесь на пляжах сегодня, кстати, не очень большое. Но туда дальше, я смотрю, там прям встал потворение. Здравствуйте, наши люди. Это пляж Сибрис Резорт. Здесь людей сейчас немного, но не есть. И, кстати, здесь мы можем видеть, что никто не купается в море. Здесь люди заботятся о своём здоровье, хотят жить. Вот так вот. Разница между Аполиной и Сибрис Резортом. Проходим дальше, Кубанская Нива. Здесь тоже не должны никого пускать в море, потому что детский, по-первых, санаторий. Мы видим, тут пытаются по колено ребятки окунаться. И вот оно так начинается по колено, вроде не глубоко, а там девушка уже к буйку поплыла, то есть всё хочется глубже, дальше. И вот так вот народ и погибает потихонечку. На Кубанской Ниве отдыхают тоже наши подписчики. Всем отличного отдыха. И, пускай, всё будет у них красиво. Здесь спасатели, я вижу, что устанавливают спасательный круг с верёвкой. Если вдруг кого-то будет уносить, чтобы, типа, спасти, помочь. Ну, дай бог, чтобы помогло. Хотя, по прогнозу, у нас не сильных ветров, ничего нету такого, чтобы могло бы вызвать мой интерес катания на кайте. Ваш интерес в том, чтобы не заходить в море. Ну, просто вот боковой ветер пришёл, и, к сожалению, погибают люди. Мы доходим до пляжа, как Кавказ. Здесь прокат. Ребята, шезлонги, посмотрите, как далеко вылетают волны. Нету сильного даже ветра. Просто особенности вот этой небольшой бухточки здесь в Кавказе, что вот так вот приходит волна и сильно упирается в берег. Люди отдыхают. Людей как-то много стало даже на Кавказе, походу, после прошлых моих видео, когда показал, как здесь по кайфу. И теперь, да, ж такой густонаселённый стал. Сколько здесь людей, детей, взрослых сегодня собралось. Все хотят купаться в море. К сожалению, купание запрещено. Ну, взрослые, вот видите, вдвоём тянут ребёнка поглубже. И это приводит потом к дальнейшим трагедиям. Вроде бы волна небольшая, вроде бы море мелкое. Но, как показывает практика, люди гибнут именно от того, что не уважают море, относятся к нему. С тем, что да что там случится в этой луже. Мужчина как далеко ушёл. Ну, не дай бог, сердце прихватит, и всё, ушёл. В эту сторону, ребятки, сколько людей отдыхает на пляжике. У нас в Анапе, в сторону посёлка Витязева. И, несмотря на запреты, люди лезут в море. Лучше, что можно сделать, действительно, сейчас пить кофеёчек на пляжиках. У нас и получать удовольствие от этого. Не забывайте, ребята, поддерживать лайком. Для вас ходим много, показываем всё самое важное, актуальное. Рассказываем о том, что рисковать не надо. Потому что жизнь, она всё-таки одна, прекрасная. И, как говорится, это не компьютерная игра. Второго шанса у вас не будет. Вот, самое лучшее. На бережку, под присмотром родителей, лежать и наслаждаться морем. Тогда это будет всё безопасно и мега круто. Здесь, кстати, всё больше и больше выходит на пляж. Жалко, конечно, что вот море у нас 26,5 градусов температура воды. Сегодня с утра было, сейчас, думаю, больше. Воздух на солнце 33. Погода, можно сказать, идеальная для отдыха. Клёво так смотрится, ребята, со спасательными такими вещичками. Залазят море. Но при этом купание запрещено. Красные флаги, следите за ними, знайте. Если вы видели их в море, не заходите. Как бы на поверхности не казалось, что всё очень-очень легко и просто. Могут быть вот эти самые донные течения, как сегодня. Боковое из-за ветра. Плюс небольшая волна приводит к трагедиям, друзья. Вот так, конечно, море очень манящее. Прямо самому хочется туда залезть. Посмотрите, друзья, мы подходим уже другим пляжикам. Впереди у нас волна. Здесь я смотрю, ну, ситуация такая же. То есть красные флаги. Гимс заставил вытащить их. Но при этом людей, работающих с мегафонами, там предупреждающих об опасности, нет. И это печалит. Хотелось бы, чтобы всё-таки люди знали, чем рискуют, как рискуют. Потому что многие пришли, ну, сегодня красный флаг. Вот, допустим, я такой на пляж вышел. Ну, и хрен бы с ним. Все купаются, и я пошёл. Строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Вот сейчас мы это с вами видим в прямом эфире. Как говорится, о, здравствуйте, наши люди. Хорошего отдыха. Молодцы, так и надо. Какие счастливые. Мне так нравится творчество наших дорогих отдыхающих. Здесь какого-то носорога лепят красивого. Или нет, это лошадка, единорог. Вау, как круто. Смотрится. Прям красота. Вот, смотрите, приходит парень, который говорит, что купание запрещено, и просит выйти из воды. И на пляже Лазурный берег людей практически в море нет. И вот так вот выглядит их работа. Вот хоть на одном пляже мы увидели, как правильно работают спасатели. Людей предупреждают и выгоняют. Пока это первый пляж, который мы увидели. Ну и сам пляж Лазурный берег, вы можете увидеть, что сегодня пустоват. Конечно, люди в курсе и выбирают другие места для посещения. Море чистое. Береговая линия тоже чистая. Но здесь волны повыходили дальше. И все выглядит именно так вот. Видите, опять сирена, опять призывает выйти из моря. И вот мы видим второго спасателя, который призывает людей не выходить и не рисковать. Уважаемые гости, в зоне купания присутствует донное течение. Дягун. Купание сегодня запрещено. Всем просьба выйти из воды. Удей от них, если зона не оставляет. Вот так вот. Все, все предупреждены. Вроде бы легко и просто. Но почему-то только на первом пляже мы это встретили. До этого мы не видели оповещений. Там людей в море было просто невероятное количество. Здесь хотя бы они стараются глубоко не заходить. Это пляж Нептун. МФО Лавочкина. Прошли у Азурный берег. Здесь обстановочка такая же. Люди вроде бы в море не лезут. Все хорошо. Красные тоже флаги. Купание запрещено. Людей тоже немного. Я думаю, что сегодня выбирают народ экскурсии. Хотя туда дальше мы идем. Сейчас посмотрите. Центральный Анапский пляж, где должны работать спасатели именно Анапы. Люди за второй мелью плескаются. Здравствуйте. Наши люди здесь отдыхают. Это прекрасно. Пляж Лагуна сегодня убрали свои катамараны от берега. Сапы тоже стоят подальше. Людей вроде бы здесь немного. Но посмотрите. Тут спасатели не работают. К сожалению. Люди за второй мелью плескаются. При боковом сильном течении. Здесь никто их не выгоняет из моря. К большому сожалению. Это на протяжении всего пляжа. И дальше в сторону Джиматы. Как раз таки, где вчера произошла трагедия. Я не вижу пляжа, на которых бы кто-то кого-то выгонял. К сожалению. Так, работает бар. День добрый. Здравствуйте. Сейчас, секундочку прям. Есть речка Можипсин. Через нее есть мостик. Ну, в принципе, отдых идет хорошо. Как вас зовут? Евгений. Откуда? Москва. Как вам у нас отдыхается? Отдыхается хорошо, но только трагедия. Я вот сейчас снимал. Управлял как раз для подписчиков. Для тебя. Это кошмар просто, Юр. А где сейчас что-то произошло? Да нет. Вот этот ребенок когда. Ага. Капец просто. Это речка Можипсин у нас. Она же практически в море не впадает. Какой тонкий ручеек. Дальше там есть душ. Лежаки по пятихатке. Бары с левой стороны. Ну и самое печальное, что видим, что дальше чем идем, тем меньше людей кто-то предупреждает. Либо вообще выгоняет из моря. Здесь техническая общезона. На речке. Ну и даже в ней люди купаются. Сегодня причем никаких прокатов нету. После вчерашнего, когда у нас там присылали видео, как запрет на купание. Там собирают целый банан людей без жилетов спасательных. Такое тоже бывает, к сожалению, у нас. Вот так вот сейчас происходит купание с риском для жизни в городе Анапа. Сильное боковое. Настолько выкручивает веревку с буйками просто на поверхность, что вот-вот ее оторвет. И так же вас тянет вбок при купании. Проходим дальше. Подходим уже ближе к пляжу Феи-3. Уважаемые покупающие, купание запрещено. А вот объявление. Пожалуйста, купание запрещено, покиньте акваторию моря. Я на берегу еле расслышал, ребят. Там кто в море находится, они вообще ничего не слышат. Поставили таблички. Видите, там на выходе сказано, что сегодня купание запрещено. Мы увидели спасателя на пляже Вагуна, который призывает выйти из моря. Всех купающих все очень далеко. Здесь большая зона для отдыха перед пляжной территорией. Здесь стоят таблички. Купание запрещено. Но при этом в море творится настоящая вакханалия. Людей просто нереально. И вот там далеко в море купаются. И здесь близко не берегут себя, к сожалению. Все раз говорю, таблички стоят, предупреждения для людей даны. Но, как говорится, пока не утонет кто-нибудь. Хотя вчера утонул ребенок, и люди продолжали купаться. И всем было все равно. Не запрещено и запрещено. Ну и ладно. Кто мы такие, как говорится, чтобы запрещать нашим отдыхающим дорогим купаться? Они приехали сюда уже этим. А мы такие, не купайтесь, море опасно. Обидно и жалко, когда потом трагедия случается. Посмотрите, сколько народу приехало к нам на отдых. И сейчас у нас купание еще запрещено. Люди аккумулируются возле берега. Но все равно находится очень много тех, кто лезет в море. Конечно, шок, что так делают. Вот видите, папа взял на руки ребенка, потащил в воду. Рискует собой, рискует своими детьми. И потом происходят большие трагедии, к сожалению. Обидно, что мы это все с вами наблюдаем. Есть на некоторых пляжах спасатели, которые предупреждают о том, что можно помереть и выгоняют из моря. Но не везде это происходит. Мы стоим сейчас на пляже Феи Третьей. Здесь людей с детьми. У моря просто охренеть. Причем так далеко. Папа дальше всех утащил своего ребенка на кругу. Ну, наверное, суперспортсмен. Поэтому, ребята, просто знайте эту информацию. Передавайте своим друзьям, знакомых. И предупреждайте о том, что можно погибнуть зазря. Я хочу поблагодарить тех людей, кто отдыхает вот так вот на берегу. Те, кто рискует собой, своими детьми. Ну, это ваш выбор, как говорится. Может, сегодня вам повезет. Но везет оно не всегда. Я вижу, что вышел спасатель. Вот так смотрит на это все. Кого тут спасать, если им все равно. Вот такая-то обстановка на Феи Третьем пляже. Дальше у нас пляж Сибурьюга. На Сибурьюге вы можете видеть, во-первых, пространство. Какие здесь свободные, без людей. Никого практически нет. Кстати, в Сибурьюге не так уж и много здесь купаются. Народу тоже есть. Вот те, кто дети пришли, вот смотрите, заводь идеальный. Там мель, тут хорошо. Купайся, как в бассейне, безопасно. Но все хотят адреналина подачу. Даже женщина взрослая большая молодец. Она скупается под берегом в безопасной зоне. Жалко, что не все могут так себя контролировать. Тоже висят красные флаги и свободная территория для отдыха. Просто великолепнейшее место. Лучше и не придумаешь, если честно. Ну, тут вообще один ребенок на кругу куда-то его сносит. И вот мы проходим территорию пляжа Сибура. Тут вообще никого нету, ребят. Два-три человека, трехходящих. А дальше территория даже без пансионата какого-либо. Вообще просто свободная для идеального отдыха. Класса ваших семей. Единственное, что вас спасает, то что не кто-нибудь там вот. Народ вышел на миляк подальше. И пытается еще глубже заходить. Оно так всегда. Когда ты смотришь на волну, тебе хочется еще шажок, еще шажок. И в итоге ты потом уже даже не понимаешь, как далеко от берега отошел. Пустота, красота, величественный дюнер. Вот в таком виде мне наши пляжи без заборов всяких нравятся гораздо больше. Здравствуйте! Вот наши люди знают, где отдыхать. И это прекрасно прямо. О чем еще мечтать? Вот такая территория с чистым берегом и манящим морем. Круто. И такое вот у нас есть в Анапе на Пионевском проспекте. Не обязательно тереться об спинку друг друга. Вы просто сами посмотрите. Облака, дюны, красота. Это все еще раз говорю на Пионевском проспекте. Не надо куда-то далеко ехать. Мало людей. Просто люди не любят немножко пройтись в сторону, чтобы получить вот такое вот максимально кайфовое удовольствие от отдыха в Анапе. О, слышал, в джемоте начали работать спасатели, которые пытаются выгонять народ из моря. Мы подходим к тревогому проходу. Так, друзья, здесь у нас есть вот такая табличка. Купание запрещено. Это уже у нас пляж Пансионата Солнечный. Дальше у нас, по-моему, дюны золотые идет. Между ними есть проход к морю. Оставили спасатели. У нас дюны золотые. Что-то как-то день добрый. Здесь ребят повыгоняли. У них на пляже свободный. А вот дальше здесь прям очень много людей, которые находятся в море. Ну, то есть другой пляж, другая ответственность. И в большом сожалению, можете видеть, что люди слышат и видят, что выгоняют на соседнем пляже всех из моря. А, с этого пляжа никого не выгоняют. Печально. И у них даже не срабатывает инстинкт самосохранения. Хотя вот такие вот плакаты, это вот прям показательно. В России вот так вот. Купание запрещено. И толпы людей, которые купаются дальше в море. Вот так вот выглядят дюны золотые, пляж. Следующий, по-моему, у нас Фонтас идет. Пляжки, к сожалению, не все подписаны, поэтому по названиям точно не могу сказать. Вот. Вот это точно у нас Фонтас. Пляж следующий у нас будет. Урортного отеля Олимп находиться. Здесь ребята копают ямочку такую красивую, с водичкой. Ну, вот кто отдыхает вот так вот, как это две мамы вот этих с двумя детками, те молодцы. Те, кто лезут далеко в море, те клуб самоубийц, можно называть, значит. Риск огромный. К сожалению, для тех, кто сегодня в море. Красные флаги везде. Купание запрещено. И это тот самый непосредственно кривой поход. Здравствуйте, тоже наши люди, отдыхающие на пляжике. В общем, красота. На центральном выходе кривого прохода в море людей с детьми очень много, причем даже с маленькими. Глубоко. Здесь мы работу спасателей не видим. Единственное, вот на Денах Золотых там была группа спасателей, которые выгоняли людей. Ну, а дальше, как вы видите, все происходит. Без комментариев. Люди рискуют. И чем дальше идем в джимотэ, тем больше, как бы, людей, которые купаются и нарушают запреты красных флагов. И их никто не вороняет. Центровая часть. Кофт-отеля Лим, Контас, чистейшее море, толпа людей в море. Ну, пойдем, пройдем еще дальше. Мне страшно, потому что рядом дальше идешь в джимотэ, ближе к месту гибели ребенка, и здесь становится людей все больше и больше и больше в море. Как это все развидеть, как с этим жить, я не знаю. Здесь у нас Динамо выход. Купание запрещено с двух сторон написано. Вот в этих районах как раз-таки ребенок и погиб вчера. Здесь строят замки из песка на берегу. Вот играйтесь, наслаждайтесь. Любовь за берега купайтесь. Почему вы туда все лезете? Не понимать вашу позицию, ребята. Припакованы все катамараны. Стоят, ждут уже с следующего сезона. И мы двигаемся все ближе к пляжику, который называется Джиматинский проезд, либо Динамо. Просто-таки здесь эта трагедия происходила. Считаешь комментарий о том, что люди, вместо того, чтобы когда увидели, что ребенок погиб, взяли уж не с пляжа, нет, они все обходят, как говорится, пересагивают ребенка, который погиб, и идут купаться, да, чтянут при этом своих детей. Также поразило моих подписчиков то, что люди приводили своих детей поглазеть на то, как откачивали ребенка. Ну, как-то у нас ценности поменялись, наверное, в жизни в этой. Такая вот ситуация происходит сейчас. Царство небесное. Парни, который погиб, дай бог, чтобы такие ситуации больше не происходили. То есть буквально несколько шагов, когда выходят от джематинского проезда, прошли в любую сторону и свободно. Но впереди это просто нереальное количество людей. Тоже шторм, купание запрещено, таблички. Но, как говорится, всем все равно, к большому сожалению. С вами смотрим на джематинский проезд, джематэ, пляж Динамо. Как раз таки, где вчера произошла трагедия. И вы посмотрите просто, какое количество людей здесь сейчас отдыхает. Последний день июля 2024 года. Я слышу, что пытается даже спасатель кого-то выгонять из моря, предупреждая людей об опасности. Вот они стоят. Но смотрите, как им всем плевать, сколько людей сейчас находятся в море с детьми, тянут детей своих туда поглубже. Просто жуткая картинка. Анапы, джематэ. Жалко, что так происходит. Люди вообще не слушаются. Все глубже и глубже водят своих детей. Смотрим на пляжике в сторону Витязева, джематэ. И просто кайфуем от количества людей. Жалко, что с риском для жизни они, конечно, купаются в море. Но народу очень-очень-очень много. Просто невероятно. Это точно Китай. Это уже не Витязева даже. Анапы, жесть. Спасатель бедно надрывается, разрывается. Говорит, что нельзя купаться. Повторяю, это пляж. Именно как раз таки Динамо. Там, где вчера утонул ребенок. А народ вместо того, чтобы выходить из моря, еще дальше заходит. Но при этом, видите, здесь чуть-чуть вроде бы от второй мели сейчас получилось отогнать народ. Но остальные, которые находятся вот слевее, вы посмотрите, просто толпа, толпа людей. И все они рискуют своей жизнью. Как это грустно смотреть. Здравствуйте. Хорошего отдыха? Говорит, седина в голову, бес в ребро. Один в старый. Двое молодых людей. Одно подарено. Подойдите ближе к берегу. Они глухие, наверное. Вдвоем остались. Все остальные вроде бы среагировали, подошли ближе. Но все равно, к сожалению, такая вот обстановка на всех пляжах. Вот он здесь подогнал людей. А дальше что? Посмотрите, сколько их вокруг нас. Проходим дальше немножко тревой проход. И здесь становится прям посвободнее немножко. Но возле берега все люди прижались туда дальше. Будем двигаться к первому проезду. У людей в море просто бесчисленное количество. Ты смотришь на это и думаешь, что, ребят, ну как же так? Почему вы себя настолько не бережете? Как же это страшно все. Выглядит, откупание запрещено. Тут даже чья-то бабочка на нем осталась. И люди стоят, смотрят на это, только купаются их там дети, внуки в море. Понятно, что приехали, хочется в море, хочется нырять, что столько денег заплатили за все это. И терять не хочется. Ну, не надо заходить глубоко. Вот под берегом, смотрите, с детьми. Мама стоит правильно. Между морем и детьми. Контролирует процесс, чтобы никто не погиб. Все остальное купание опасно для жизни. Знаете об этом, берегите себя. А дальше у вас прошу, друзья. Аттракционы водные не работают. Тут дальше, это напротив Петроградского форта. Пляжи, которые там дальше детские находятся. И смотрите, какой прорыв тут свободы. Без людей, пляжные территории. Многие, когда приезжают на отдых, говорят, что упираешь, там куча народу, что делать. И дальше, аж до первого проезда, пустота практически. Пляжи свободные. Пляж санатория Анапы, это бывший пограничник России, который называется территория. Дальше у нас детский пляж. И вообще пустота. Здесь тоже висят красные флаги. Купание запрещено, друзья. Море чистейшее и привлекательнейшее. Это тоже все джимотэ. Тех, кто не знает, что есть настолько пустынные пляжи. Причем рядом с первым проездом. Там дальше сейчас будет просто жесткая жуть. Мы когда-то снимали, юбилейный показывал, как его сейчас восстановили. Вот так выглядит их пляж. Душевые, туалеты, переодевалки, питьевые фонтанчики. То есть все для детей есть. И суперморе, но детей нет. Потому что купание сегодня запрещено. Из юбилейного здесь начинается частный сектор, который на дюны лезет. Это джимотэ уже первому проезду от нашего пляжа. И тоже, видите, здесь не так уж и много людей. А там впереди, я смотрю, там где сам этот первый проезд, просто невероятное количество. Но также все купаются, никто никого с моря не выгоняет. Все-все тут хорошо. Дай бог, что так и было. И без трагедии. Ну, берегите себя еще. При этом есть такая зона, вот прям перед берегом, где можно купаться безопасно. Но люди почему-то всегда лезут поглубже. Говорится, на все монеты, которые отдали за этот отдых. Здесь мы сейчас подошли к вам уже все ближе к первому проезду. Можете обратить внимание, что здесь пока тоже не так уж и много людей отдыхают. Дельмар, что ли, называется, пляж или как-то так. Но вообще это первый проезд, правая сторона. Людей в море тоже здесь очень много. Народ себя не бережет. К большому сожалению. Ну, повискуя своими жизнями. Плаг здесь тоже красный. Спасательный пост есть. Спасатели людей даже не пытаются выгонять. К большому сожалению. Ну, вы видели ранее, как людям говорят, выходите. А они как сидели в море, так и сидят. И врываемся в самое пекло, так сказать, пляжного отдыха. Джимотэ. Дальше там просто лица людей столько, что себе представить сложно. Барные территории. Кукурузу продают. Лежачки в аренду сдают. Тут все есть. Лежаки в среднем 400-500 рублей везде. Где-то еще влечу, где-то дороже. Пекучем. А, нет, это камни даже. После прошлого шторма их не поугарали. Почему сажали? Привет! Здравствуйте. Как зовут вас? Привет, Тичи Лизани. Привет, Тичи Лизани. Абусы. Я рада тебя видеть. Смотрим на пляжи со стороны на первый проезд. Джимотэ. Просто из-за людей не видно берега. Можете видеть, сколько их моря. Тоже с детьми. Никто их не выгоняет. Все у них хорошо. Рискует, как говорится, на все деньги, которые заплатили за свой отдых. Мама с двумя дочками. Мусовки есть на пляже. Батутные центры, горки водные, аттракционные. Это все пока еще правая сторона. Чем ближе к центру, тем больше людей становится. Тем больше народу в море находится. Девушка с пёселем пришла. Я думаю, мягкая игрушка, нет настоящего живая собака. Так, друзья, вот она, самый центр. Здесь качаются на качельках бесплатно. Там, с левой стороны, наш друг готовит паровые кальяны, всякие вкусняшки. Дмитрию привет передаем. Это на выходе из пляжа. Если идти на море, то он по правой стороне находится. Ну, количество людей. При этом купание запрещено. Качематэ, первый проезд, 2024 год, последний день июля. И количество людей, вы сами видите, на отдыхе. Если все выйдут из моря, место здесь не останется. Я прям в этом уверен. Несмотря на то, что купание запрещено, в море людей сидит большое количество. Пьют, отдыхают, загорают, прямо мажутся. Вот оно, купание запрещено. Здесь такая вот атмосфера происходит прямо здесь, сейчас. Можете увидеть, что людей купается. Там прям очень-очень много в море. Не берегут себя. Главное, от качели не получить по голове. Количество людей меня вообще поражает всегда в джамотэ. Люди сюда едут, тут попробуют пройти через всех. Это обед, сейчас все уже расходится. Даже палатки умудряется народ где-то еще заставить. Зона курения чуть подальше отходит хотя бы от пляжа. Тут предлагают разные экскурсии. Прям, я так еще не ходил, короче, по пляжам, что надо прям перескакивать через все, что здесь приходит, через людей. Такая плотненькая вежуха. Хоть кто-то уже полежал, ушел. Хорошо, что место освободил. Туалет на первом проезде есть, все есть. Вот так, ребята. И в море народу просто невероятное количество. Мне интересно, они вообще, когда выходят на берег, что здесь происходит. Это будет просто жесть полняющая. Да, двигаемся в сторону улицы Морской. Посмотрим, что там происходит. Это просто фантастика. Люди стоят, нужно прилечь негде. Пляжи все забиты, купание запрещено. Спасатели вот идут, пытаются людей выгонять, но им все равно в море народу просто толпы с детьми. Рискуют своими жизнями. Вот такая жизнь творится у нас. Эх, ребята, ребята, поберегили бы вы себя хоть чуть-чуть. Жалко детей, которых оттащат в море на кругах. Вот самое смешное, ребят. Мы отходим совсем немножко, и здесь просто свободное пространство. Гуляйте в сторону, это между Морской и Первым проездом. Куча свободного места. Здесь довольно-таки просторно, свободно. Под берегом вообще идеальное купание, потому что Первая мель разбивается. И вот те люди, которые купаются перед берегом, здесь прям показательно, как хорошо это выглядит на Морской. Никто не лезет дальше, и все хорошо и безопасно. Вот как это и должно происходить. То есть вам же никто не говорит, что все, к морю не подходи. Подходи. Вот они, такие прекрасные бассейны, защищенные дальней мелью, на которых вы можете купаться, получать максимум удовольствия, играться с детьми, веселиться. И отдых продолжается. Продолжается безопасно и классно. Главное, как говорится, не лезть глубоко, чтобы вас в море не унесло. Ну и следите за собой, за детьми своими, за чужими детьми присматривать. Конечно, надо беречь всех. Мы сами у себя только одни. Красота. Дошли мы до центрального выхода с пляжа на улице Морской. Он называется Пляж Морей. Людей, в принципе, много, но не так, как на первом проезде. На первом проезде это была просто какая-то бакхана, или ее можно так назвать. Столько народа мы вообще не ожидали даже увидеть в этом сезоне. Но вы все приехали, за что мы вам от души просто благодарны. И желаем, чтобы вы приезжали чаще, у вас все было хорошо. И вы уезжали домой оздоровившиеся, загоревшие, получившие максимум эмоций. И кайф от этого моря. Вот он, выход. Тут тоже стоит, что купание запрещено. Я больше, чем уверен. Хотя, может быть, нет. Написано, купайтесь. Даже повесили, что такое тягун, ребята. И люди, по-моему, как бы немножко слушаются. И сильно в море не лезут. Продолжаем движение. Здесь чуть дальше ответственность на других спасателей. Люди лезут гораздо дальше. Вот если бы все сидели между первой и вторым мелью, было бы идеально. Но есть мужики, два зашли, и за ним уже другие люди начинают лезть в глубину. Я недавно этот пляж показывал. Здесь у нас уральские самоцветы, пансионат. Имеет свои пляжи. Всем, кто приехал, отдыхает. Отличного отдыха в этих местах. Ну и хорошего моря. Море просто кристально чистое. Дай бог нам до конца лета уже такое, чтобы все, кто приезжали, отдыхали у нас в такой водичке. Просто великолепной и привлекательной. Дальше мы проходим. Здесь у нас детские пляжи, а потом пляж всей третьей будет. И здесь вы можете увидеть, что огорожен пляж веревочкой. Выходит спасатель, который сейчас будет всем доносить. Потому что купание здесь запрещено. И этого лучше не делать. Но люди, к большому сожалению, делают вид, что они не слышат его. А берег быстрее? И все. Вот так вот просто и легко. Купание запрещено. Выходите на берег, предупреждают. Красный флаг. Работу увидели спасатели. Хоть что-то радует. Первый проезд, конечно, вообще не зашло. Ведь столько людей в море, всем все равно. Здесь, в правой стороне, все пляжи. Здесь видим, что людей практически нет, кто глубоко лезет. Дальше подходим уже к самой фее. Четко на пляж стоят также таблички купания запрещено. Но людей с детьми, которые лезут в море, прям очень-очень много. К большому сожалению. Вот он, видите? Все указано. Все в ваших руках, говорится. Берегите себя. Но нет. К большому, большущему сожалению. Дюлеса, далеко не уходи за... Здесь и домики строят красивый чум после его дяди. Откуда он, интересно, приехал. Ну, собственно, пляж. Просили давно показать. Вот, смотрите, как он выглядит. Тут все очень и очень просто. Красиво. Зонтики, шезлонги, много людей. Но только надо более серьезно относиться к безопасности своей. Видимся дальше. Здесь у нас еще аэрарии делают. Это уже на один месяц лет, я так понимаю, что обостраивать будут. Дальше шезлонги. Ну и все ближе. Мы становимся к последнему пляжу Джимате. На джиматинском проезде. Сегодня выйдем с вами там. Тут людей не так уж и много. И в принципе все прекрасно. Вот такое вот место, где людей практически нет. Куча свободных шезлонгов. Приходи отдыхать. Чистое море Джимате. Между Плеты и туристским проходом к морю. Пришли, отдыхаете, наслаждаетесь. И в море оставят у вас самые лучшие воспоминания. Не обязательно среди толпы народа гнетиться. И искать все места под солнцем. Шезлонг даже 300 рублей стоит. Одна из самых низких цен. Это маранчики в паракате. Подходим вот к пирс Джимате. Я думаю, что многие его знают. Вот лучшее развлечение. Пляжный волейбол. Горячая картошка. Люди этим, в принципе, и занимаются. Покалоночку свою собственную. Кафают по полной программе. Как говорится, что еще надо на пляжах? Пляжные виды спорта развивать. Раньше это было вообще прям популярно. На пляж без мяча не ходили. Сейчас увидишь, что кто-то во что-то играет активное. Это большая редкость. Кстати, вода становится мутнее. Не в треом милиппе. Но в этом бодрости тянет в сторону Анапы. Вот он, туристический проход к морю. Вот этот отель у нас был на обзоре большой, который торчит. В общем, в этом году мы много. Точек размещения подсняли. Смотрите обязательно. Наши фаблики, как говорится. И пирс Джимате закрыт. Сегодня проката нет. Потому что, в принципе, у нас запрет на купание. Прокат только на следующие дни, когда шторм утихнет. Ну и дальше Джимате, джиматинский проезд остался нам. На пирс здесь можно увидеть, что тут в море водоросли есть. Водичка такая мутноватая. Под берегом вода чистая. То есть все водоросли, видите, отнесло чуть дальше от берега. И качает их в Анапу. Будет интересно, где они все остановятся, когда боковое течение закончится. Ну и отсюда мы видим Джимате один пляжа. Мы видим, как раз-таки, этот пляж феи второй. Там вот Джимате, как выглядит. Первый проезд. Там просто суп из людей. Какого количества людей до себя представить. Невозможно было, что у нас будет отдыхать. Ну и дальше пляжи Витязева. Нарушители просто. Все пляжи. Джиматинский проезд пляжа. Джимате один, если вы их знаете. Поэтому можете. И сколько здесь людей. Фантастика. Господи, откуда вы все приехали? Ну и спасибо вам за то, что выбрали Анапу. Ну и в море. Дофига народу, который нарушает. Мы видим, что спасатель начал предупреждать, подойти поближе к берегу. Чтобы он их видел. Чтобы все было хорошо. Это туристский проход, ребята. Дети выводим на берег. Просто, чтобы детей вывели на берег. Чтобы было все безопасно максимально. Отлично. Ну, как минимум, местами спасатели работают. Местами мы работы не увидели. Может быть, перерыв в балл. Ходим на это. Надеяться, что все предупреждены. И всех все хорошо. На самом деле, надо шок-контент ставить. Я, наверное, думаю о том, что надо таблички вешать. Сколько человек утонуло за этот сезон детей, взрослых на море. Чтобы люди задумывались о том, что это не просто игрушки. Вот, смотрите, как приятно посмотреть. Вдоль берега детки сидят. Но есть и те взрослые, которые идут дальше. Вот опять пустынные пляжики. Шикарно. Просто отдых. Каждый выбирает себе под его желание и удовольствие. Кто-то на пустых пляжах, кто-то вон там в толпе людей ищет себе приключений, может, новых друзей. Тут-то сложно будет к тем-то познакомиться. А там к одному привет, ни о чем я не ответил. К другому привет, третьему. Десятый точно скажет привет. Такой же, как и ты. Будете общаться, может быть, на всю жизнь. Джаматэ-1. Один из знаменитейших пляжей. Скоро здесь у нас построят новый большущий отель. Который здесь, я думаю, что очень многое изменит в дальнейшем. Потому что о планах их знаю. Так что ждите. Сейчас это широченная береговая линия. Огромное количество теневых навесов, шезлонгов, людей на отдыхе. И я очень рад, что сегодня мы покорили еще плюсом все пляжи Джаматэ вместе с вами. Желаем всем, чтобы вы приезжали, зная о том, как можно отдыхать. Переживали за то, что можно себя потерять. Ну, зная об этом, я думаю, вы будете себя беречь. Везде стоят предупреждения, таблички о том, что купание запрещено. Местами мы видим, что люди это поддержат. А кто-то вот, девушка, пришла, повесила полотенце и пошла купаться. Купание. А, это вообще местное купание идти, ладно. Здесь тогда мы на ней не возмущаемся. Здесь нет табличек, да, купание запрещено. Я наговариваю на этот пляж. Красные флаги висят, да. Вон там спасательная, далеко от берега. С той стороны я смотрю тоже флаги спасательные. Ну, собственно, все на этом. Красота. Диматинские пляжи. Тоже море чистое. Солнышко вычистое. И людей выходит на море здесь много. Здесь вот на левую сторону выход. Туда дальше направо. Дальше у нас уже пошли пансионаты в основном. Там отдыхают. Ну, еще часть небольшая. Диматэ. Мы будем уже, наверное, по первому проезду... О, по диматинскому проезду выходить. Заодно посмотрим, что там происходит на этом проезде. Давайте помашем ручкой всем этим пляжем. Дальше там Джамайка. Самым дорогим, наверное, пляжем. Ну, все эти. А давайте сейчас подойдем, посмотрим. Все ли там на их территории отдыхают. Сейчас вам смешное расскажу, ребятки. Помните, пляж Джамайка, говори. Мы делаем для всех, для людей, чтобы было всем хорошо. Ага. Забор. Все полностью. И стройка на дюнах произвелись. Но с дюн произвели чисто для своего отеля. Пустота. А вы там ютитесь где-нибудь, друзья. Ни доступа, ни для людей с ограниченными возможностями. Помните, там рассказывали. В общем, полностью застройка дюн произошла так, как они себе хотели. Сейчас это чисто их пляж. Вот все заммэры, которые мне там рассказывали, что для людей все делают и так далее. Вот он. Плювок в лицо. Красота. Сегодня мы прощаемся с пляжами. С этими. И погнали дальше. Туда посмотреть, как есть. Спасатель, кстати, появился. Это прям очень хорошо. И выходим с территории уже на территорию поселка Джимотэ. Здесь еще звонков много разных. Под навесами все это выглядит вот так вот. И здесь можно увидеть цены. И горочки, бунгало. Разные, разнообразные. С этого вышка появилась, но связь от этого лучше что-то не стала. Это печалька. Покидаем территорию пляжа. С левой стороны белый пляж находится. Тир тут. Всякую фигню рисует на вас. Узнавать всегда конечную стоимость. Фиш, пилинг и туалет. Здесь я помню, что пытались закрывать отель. Вроде он, как он даже работать не должен. Но коммерция возле него продолжает существовать. Вот так вот все это выглядит, друзья мои. Какие-то в таком месте, да, приехали, отель не работает. Вот стиль. В общем, коммерциализировали этот проезд. Лавочек зелени не добавили. Зато коммерции вокруг теперь просто сколько хочешь. Что-то подустал очень гулять по джемоте. Надо убегать, ехать домой на отдых. Все же выжатые суки, фруктуру, еще одежду продают. Здесь море Мишель. И тоже разрывная точка. Порядки смотрю на вели. Тротуары сделали. Слушайте, это прям круто. Если все остальное приведут в порядок, будет вообще идеально. То есть тут тротуар появился. Вау. Джемоте прям начинает радовать, друзья. Белый песок. Белый пляж с левой стороны. Четыре звезды даже у них. Круиз. Шихан. Находится здесь. Потихонечку идет строительство. Все переживания будут не мешать. Но могу сказать, что вот уже месяц лет один остался снизу запущено. Здесь коммерция частично. Сделаны фасады. И выглядит вот таки классно. С левой стороны у нас пироги. Продукты магазины. Здесь пивной бар. То есть обещали, что здесь появятся какие-нибудь какие-то лавочки. Появится зелень. Будем на это очень надеяться. По крайней мере, идти с этой стороны гораздо круче, чем с той. Потому что там вообще торговля. И тоненький проход. А здесь делали торговые фрукты, овощи кубанские. Заходила внутрь, покупая. Мне кажется, что так гораздо интереснее. Как вам? Напишите обязательно ваше мнение. Как вам нравилось? Как раньше был тут разлат и шатание? Или как сейчас все это здесь выглядит? Причем, смотрите, они делают все вывески на магазинах в одном стиле. То есть будет вообще хайф. Афро-экзотика. Тоже, думаю, наши знакомые и друзья продают свою классическую краснодарскую часть. Курсные подарки и сувениры. И море косметики. Пожалуйста. С левой стороны машины двигателя, называется, кафе. Ну, а здесь, в принципе, все пока. Замерло. Посмотрим, как изменится этот проезд. Здесь у нас обещают, что построят это все. Окончание мая 2000 какого-то года оторвали. Хилтон, мы тебя ждем, когда ты будешь радовать. Ух ты. Тут реально, смотрите, то есть потихонечку делать, что людям не мешать. Огородили. Красота. Столовые, 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 столовые. Переди у нас уже аквапарк. Как всегда, спасибо Максиму. Нас спасают. Поехали до Джаника за чебурельком, что ли. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...